Аплодисменты 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 Руками потрогали, ничего не вытаскивается, но они догадались, до чего я сразу не догадался, что этот процесс вытаскивания пули происходит во время заряжания. Когда отпускаешь затвор, он на всей скорости летит, резко останавливается, и пуля, собственно, под своим весом уходит вперед из гильзы. Так же, как если вы, например, работали с молотком, либо с топором, вы знаете, что надо подбивать его не сверху, ударяя по железке, а вы можете ударить по деревяшке снизу, и он сам нанизается. Так и здесь происходит за счет своей массы, пуля подавалась вперед, и в итоге иногда вылетала, иногда не вылетала, и когда она не вылетала, можно было стрельнуть ей. Но создавалось разрежение, создавалась не та плотность у пороха, и он горел либо плохо, соответственно, пуля могла неизвестно куда улететь, с меньшей скоростью, либо он вообще застревал в нарезах. Вот такая ситуация. Итак, за полдня они придумали гениальную, но не такую простую, как кажется, штуку. Это устройство, которое имитирует затвор. И когда мы вставляем сюда патрон, он упирается словно в патронник. Масса и высота рассчитаны таким образом, чтобы полностью соответствовать скорости затвора, приходящего в крайнее положение при запирании, если такое можно сделать на свободном затворе. В общем, это фиксируется следующим образом. И теперь, когда я отпущу его, он улетит вниз и резко остановится. Итак, что у нас тут? Давайте посмотрим, разобрали ли мы патрон. Да, патрон мы разобрали. Пуля оказывается внутри для удобства, чтобы не вытряхивать отсюда. И мы видим вот такую картину. Разумеется, порох высыпается, порох надо будет убрать туда. Да, я смотрю, они даже закалили это для чего-то, возможно, это нужно. Интересно, что здесь поработали инженеры. Это то, до чего я никогда в жизни не догадался. Им нужно было бы убрать влияние воздуха. Если в насос вы когда-нибудь резко надавливали, вы получали сопротивление от воздуха. Вот чтобы этого здесь не было, естественно, сделан вырез. Весь воздух выталкивается под действием затвора. Тем самым, затвор наш условный не тормозится об воздух. Но, поскольку сделали большой зазор, видите, он ходит здесь спокойно, чтобы ему ничего не мешало, чтобы его ничего не тормозило. И он бы приходил иногда тут чуть-чуть левее, тут чуть-чуть правее. Соответственно, во-первых, он вектор менял бы. Во-вторых, бы немножко могла бы изменяться сила удара из раза в раз. Соответственно, они взяли, прикрепили сюда шарик металлический, который теперь, ну, отвязывал, можно сказать, положение затвора нашего устройства. Собственно, вот так вот они брали разные патроны и проверяли их. Давайте еще один возьмем. Капсуль целый, надеюсь, выстрела не произойдет. И посмотрим, разобрался он или нет. Да, он разобрался. И порох у нас вот здесь. Кстати, ребята, когда в нашем ролике вот этот момент был, и мой товарищ Владимир, он разбирал патрон, он его ловко поймал рукой и держал его таким образом, потом открыл и показал. И вы сказали, что это уловка, что это какая-то хитрость. Нет, ну так совпало. А поскольку частота кадров не каждое движение ловит, быстро летящую пулю гильзу она не поймала. Короче говоря, вот это то, что было. По факту, они воспроизвели это на 100% благодаря инженерной задумке и в итоге вот теперь сами разбирали эти патроны. У меня в руках бумажка, которая называется маршрутный лист, и она помогает следить за качеством. В ней указана партия, в ней указано, кто именно произвел ее время, и это прикладывается к каждому отдельному контейнеру небольшому, с пулями, с гильзами, со всем, что производится здесь на техкреме. В каждой коробке есть свой маршрутный лист, по которому можно определить, кто, когда и как делал эти конкретные патроны, то есть личная ответственность. Проверка качества происходит многократно. Как спрашивается, патроны с дефектом прошли через весь этот контроль. Видимо, проверок было недостаточно. Поэтому были введены новые дополнительные этапы. Каждый патрон проверяется по геометрии гильзы, по покрытию, по установке капсуля, по массе пороха в гильзе. Были случаи, когда в гильзе не оказывалось пороха. В Ижевске разработали прибор, который взвешивает каждый патрон. Ну а теперь патроны 345-го калибра проверяются на степень закрепления пули в гильзе. Можно поставить маркером меточку, и он не разберется, но он немного подвинется вперед. И этот патрон как раз может подвести. Именно этот патрон может привести к тому, что пуля застрянет в стволе. Или другая ситуация. При досылании пуля продвинулась и вообще покинула полностью гильзу. Порох, естественно, он рассыпается, частично что-то сгорает. И вот то, что частично сгорает, оно немного проталкивает до нарезов. Но там пуля останавливается. Вот теперь у нас есть новая пуля. Новая пуля, патрон. Вот не дай бог сказать не то слово, где-нибудь курок спусковым крючком назвать. Или наоборот, все тебя заклюют. Меня там заклевали, я в одном месте сказал, что патрон застрял. Ну, извините, я не знаю, что патрон это вот это, а пуля это маленькая штучка. Знаю, конечно. Так вот, они сделали новые. Мы сейчас их прямо на месте проверим. На месте вроде не продвинулся. Давайте еще разочек. Нет, стоит на месте. В общем, судя по всему, выводы сделаны. Да, и кстати, по поводу устройства. Это устройство очень простое. Как я сказал, сделанное всего за один день, даже за полдня. Но на данный момент они сделали полноценное большое устройство. И вот сейчас вы его увидите. Мы с вами посмотрели, как патроны разбираются на устройстве по типу Копра. А сейчас мы с вами проведем эксперимент. И разберем эти же самые патроны уже при помощи специального устройства с тензодатчиком. Итак, патрон закрепляется в специальном шелл-холдере. Поднимается. После этого его пуля закрепляется. И можем наблюдать, опуская шелл-холдер, какое усилие у нас будет при распатронировании. В данном случае 65,5 килограмма. То есть это абсолютно нормальное усилие. Вот это усилие, оно как раз и предохраняет патрон от разбора при подаче из магазинов в ствол. От 30 до 70 килограмм. Существует мнение, что вы монополист, никому другому патрон этот производить не даете. Соответственно, можете держать любые цены. Как на самом деле обстоит дела? Монополия, она не вынуждена. Никто за это время, ни Барнаул, Новосибирск, Амурск, Тула, Ульяновск, КСПЗ, никто не захотел этого делать. КСПЗ где-то года три назад привезла на выставку пачку с несколько патронов и дальше снова никакой реакции. Во-первых, действительно, на самом деле не все так просто в этом патроне делать, потому что он опирается на торец, он требует очень точной геометрии. Вы увидите, как мы его после станков, да еще и сортируем, отбираем, проверяем. Далее, видимо, объемы того, что они выпускают, им сегодня их загружают. И влазить в маленькую нишу на ротор не поставишь. В раздельном оборудовании мы с ними соревноваться будем запросто. У нас сегодня, вы увидите, машины, мы их проектируем, делаем и так далее. Поэтому мне больше кажется, что им это не интересно, и они не решились пока запускаться, пока не будет большого, хорошего пирога. Есть армейские патроны, вот солдаты отстрелялись, веником прошли, собрали эти патроны, обрезали их, отпилили лилей щипцами, ставили туда новую пулю. Экономия налицо, очень выгодно это делать, соответственно, ценность патрона. Вам себестоимость там порядка двух-трех рублей максимум. Мы ее научились отжигать, очищать, раздавать, отжигать дульцы, покрытия, очистки. Ну, вы это все увидите. 5,45, это у нас 345-й. 7,62 на 39, это у нас 366-й. 7,62 на 54, это у нас 9,6 ланкастер. И в середине 366-й магнит, тут история немножко другая. Так, а что он делается? Он делается из маузеровского, патрона 8 на 57. Шумно, но работает очень много людей, куча станков, естественно. Я вообще не уверен, что вы меня услышите, но я надеюсь на это. Когда я вижу подобную картину, то мне всегда это напоминает сокровище. Есть особенность в том, как проходит по каналу ствола пуля парадокс. Если донца калибра для ланкастера выглядит вполне традиционно, то у парадокса есть особенность. Здесь оставлено место для того, чтобы у свинцовой части этой пули было место, куда пройти назад. Поскольку она немного растягивается, когда доходит после гладкого ствола до нарезов. Технологически это необходимо. Если этого не произойдет, то тогда пуля деформируется, ее кучность очень сильно упадет. Соответственно, это предусматривается заранее и делается вот такая вещь. То, как поставлено дело на техкриме, произвело на меня хорошее впечатление. Когда-то мне сказали, что о компании нужно судить не по кабинету директора, а по общественному туалету. Так вот, кабинет у директора оказался куда как простым. В нем одновременно работает еще несколько человек. А вот туалеты были просторными и чистыми. Я увидел литейное производство, цех гальваники, современные ЧПУ-станки. Кстати, многие станки они делают самостоятельно, так как их просто негде купить на стороне. Производство организовано толково. А теперь я сделаю небольшое лирическое отступление. Я не намерен защищать техкрим, они как-то и без меня живут. Но, судя по комментариям о моем видео о некачественных патронах, многие подхватили эту тему, чтобы попинать эту ижевскую компанию. Еще раз убеждаюсь, что люди предельно требовательны к другим, но не к себе. Оскорбить или сказать что-то, не вникая в суть дела, некоторым кажется вполне нормальным. Вот и здесь читаешь проклятие и даешься диву. Пишут, что надо закрыть эту контору. Всех разогнать нахрен. После этого я теряю способность говорить. У нас в стране оружейное производство находится под постоянным прессом. Особенно в части гражданского оружия. Все зарегулировано в высшей степени. Лицензию на производство оружия получить сложно. Сделать хоть какой-то в этом бизнес сложно. Конкурировать с теми же китайцами сложно. А в Турции, например, в 10 раз проще получить и лицензию, и условия для строительства фабрики. Так они там еще имеют дотации от государства. А у нас есть очень, очень небольшое количество людей, которые стараются сделать хоть что-то в этой отрасли. В масштабах нашего государства это просто единицы. Они создают не благодаря кому-то, а вопреки. А кто-то даже незадумываясь пишет закрыть и разогнать. Ну да ладно. Итак, после внесения технологических изменений в производство патронов 345ТК, я со своими группами получил возможность протестировать новую партию. И она отработала штатно. Теперь патроны в порядке. Значит ли это, что продукция техкрема отныне будет идеальна? Я в этом сильно сомневаюсь. Кто занимался производством, тот знает, что сложности возникают то тут, то там. И главное это желание работать над улучшением. Техкрем работает над новыми моделями. А внедрять что-то новое гораздо сложнее. И потенциально несет с собой целую кучу разного геморроя. Я могу им только пожелать сохранять боевой настрой и не читать комментарии на моем канале. Полная версия обстоятельной и весьма откровенной беседы с директором техкрема уже у нас на патреоне. Там я задал ему ваши вопросы. Парнаул делает Алтай. И многих интересует, как вы относитесь к принципу конкуренции, что появится что-то похожее с 9 на 19. Что вы думаете по поводу Алтая и вообще конкуренции? Мы планировали и думали сделать подкалибр 366 ТКМ. А мы даже с ней вышли и сертифицировались ее на выставке в том году. Мы поняли, что мы не будем ее делать. Все секреты вы ведаете. Мы готовимся. Если все сложится, то у нас в первом квартале пойдет трагматический блок. Начальные ошибки, эта скорость, она, к сожалению, нам сейчас все еще и кается. На вашем заводе есть диверсант, который подбрасывает патроны некачественные, которые выводят оружие в строй. Найдите его. Вы не разрушайте мою мечту, что вот мы добьемся. Продолжение следует...